Всем здравствуйте! Приехала я сегодня на разведку. Уехала далеко, где я еще ни разу не была. Ищу деревеньку. Сигнальчики уже пошли. Два сигнала у меня. Один чуть повыше, другой чуть пониже. Так, сейчас выкопаем, наверное, сначала все сигналы. Будем смотреть. Погода сегодня не очень. Пока ехала, вроде бы солнышко светило. Доехала до места и дождик пошел. Так, что-то у нас здесь пикает. И там пикает в комочке. Вышла сначала просто пробежаться. Думаю, вообще сюда приехала, а не сюда. Сигналы идут. Так. Что у нас здесь? пластина. Так, ладно, возьмем. Где-то и здесь что-то у нас. Ой, смотрите, как интересно. Хотела, думаю, потянула за корень. А здесь у нас колечко. Прямо пророс корень в кольцо. Кольцо медное. Делали из монеты, как всегда. Большое мужское кольцо, широкое. Ой, дождик расходится. Не знаю, как я буду ходить. Здесь ветер дует, холодина, сыро и все такое. Думала, хоть какой-то рисунок есть на бручалке, но ничего нет. Обычное медное кольцо из монетки. Это хорошо. Уже признаки жизни нашли. Будем искать дальше. Хорошее здесь поле. Походить бы, конечно, здесь в хорошую погоду. Солнечную. Без дождика. Как-то неудачно я сегодня приехала. Но сигналы-то идут, друзья. И очень хорошие сигналы. Стала копать. Глубокий был сигнал. Сначала думала железо, а там кирпичи посыпались. Кирпичики прямо в земле. Домик, значит, стоял. Лопатой разбила кирпичи. Так, осталось только найти наш сигнал. Сигнал, конечно, хороший. Медный. Будем надеяться, что это не пластина. Красота здесь лежит, друзья, в земле. Глубоко лежала. Какая-то монета империя. На этом поле не пашется. Будем надеяться, что сохрану монет будет лучше. А то ездила на одно поле. Там вообще все монеты красные были. Разъеденные. Здесь вот как-то получше, друзья. 1899 год. Три копейки. Ну, замечательно. Николай II. Отличная монета. Слегка подзатерта. Но все равно находка очень хорошая. Интересная. И крупная монетка. Будем надеяться, что сегодня нам повезет. Что-нибудь интересненькое будем находить. Не только копать пластинки, а монеты. И еще что-нибудь ценное. Может даже серебро, а может даже золото. Кто его знает, как повезет. Жалко, что идет дождь. Я не знаю. Главное, чтобы сильно не разошелся. А то как копать? Придется ехать домой. Не знаю. Посмотрим. Так. Все заровняли. Все ровненько. Довольно-таки неплохой сигнал. Надо копать и смотреть. Стала копать. Стеклышки посыпались. От баночек. Стеклянная банка была. Сломалась. И видите. Везде любили люди покушать. Ложка. Даже лопата в нее попала. Сигнал 67-70. Будем копать. Место здесь, конечно, копанное. Это видно. Я как вышла из машины, сразу смотрю. Кто-то уже здесь побегал. Ну, не знаю. Видите. Монетка. Колечко. Поле большое. Кому как повезет. Еще не выкопали. Где-то в зубине. Копать, да чтобы не зря. Тогда хорошо. Можно и глубоко копать. Если там чугунок с золотом. Можно копать и копать. Кто здесь как бегал? Это, друзья, монета у нас. Сейчас выкопала. Зазвучало-то намного выше. 74. Значит, была на ребре. Так, красивенько выпал комочек. Так, достаем нашу находку. Красивейшую. Так, снова империя. Тоненькая. Наверное, масончик. Да. Видите? Какая монета. Неужели здесь империя одна? Как-то видно. Мне это, конечно, видно. Вам не видно? Я вот в такой вороночке нахожусь. Копаю. И дальше вот идут вороночки. Небольшие. Видно, что были дома. Была целая улица. И я вот так иду. Иду-иду. Пока как попало. Монетка у нас интересная. Так. Одна копеечка у нас. 1832 года. Крылышки красивые. Вниз направлены. Люблю монеты такие. Красивые. Тоненькие. Копейка да копейка была. Большая. Крупная монетка. Эх, снова дождик пошел. Пока копало, вроде бы, маленько приутих. Снова дождик идет. Что такое? Разойдется и выгонит меня с поля. Еще по полевой дороге военной ехать. Не выбраться потом будет отсюда. Такой хороший сигнал снова. 81,80. Неужели снова медная монета? Кто его знает? Ой, как копать? Не знаю, как копать. По вспашке, конечно, хорошо ходить. Припахано. Копать легче. А здесь тяжеловато. Еще какой-то кустик растет. Чего-то. Невозможно здесь выкопать ничего. Так, ну-ка, будем смотреть. Сигнал где-то на глубине. Все идет и идет. Сигнал душу греет. Хороший сигнал. Это что такое у нас? Опять ложка. Увы, не монета. Рядом возле ложки еще один был сигнал. Сейчас, конечно, он хороший. 39,41. Но был очень плохим. Хрипело все. Кирпичи все выкапываю из земли. Стеклышки. Была же когда-то жизнь. Странно, почему этой деревни нет на карте. Непонятно. Если я не ошибаюсь, это 49-й год. Три копейки советских. И я одна хожу на этом поле. Кабанчики тоже в поисках кладов. Все ископано, пережито. Кабанчики прошлись, порыли тут. Искали клады. Все перекопано. Хоть и копано здесь, но сигналов много. Сигнал хороший. 48,51. Выкопал свой сигнал. Как-то сигнал наш зазвенел по-другому. Так, что здесь у нас? Что это такое? Жирные такие черви здесь. Земля черная. И черви здесь породистые. Толстенькие. Для рыбалки можно было бы накопать. У меня тоненькие дома червячки. А здесь такие прямо хорошие. На крупную рыбу. Так, ну ладно. Мы сегодня не за рыбой, а мы сегодня за находками приехали. Пуговочка с якорем. Хорошая находочка. Все равно приятно. Пуговицы тоже люблю находить. Если вас интересуют металлоискатели и аксессуары к ним, рекомендую магазин у деда Мити. В магазине действует система трейд-ин. Вы сможете обменять свой металлоискатель на новый. Назовите промокод в поисках клада с Дашей и вы получите скидку или отличный бонус при покупке МД. Ссылка на магазин в описании под видео. Где-то на глубине слабый-слабый сигнал. А вот так, видите, так лучше слышно. С одной стороны не слышно. Разворачиваешь катушку и так слышно все. Смотря как еще прибором проведешь. Ну вот, видите, сигнал пошел хороший. 76. Куда еще лучше. Если бы была на карте эта деревня, навряд ли бы услышали такие хорошие сигналы. да, монетка. Снова у нас Николаевская монета. Одна копейка 1915 года. Хорошенькая копеечка. Кое-что на поле еще осталось. Но скоро уже навряд ли что-то мы здесь найдем. Скоро уже ничего не найти, наверное, будет. Копаю. Сейчас такой классный был сигнал. Думаю, ну-ка выкопаю сигнал. Медный сигнал 71, 72. Смотрю. Думала монета. А потом смотрите. Эх, а это не монета. Это у нас гирька. Недавно находила. Все, буду собирать коллекцию гирь. Снова гиря. Там у меня было 3F, а это 1F. Осталось найти 2F. Сколько их там было, не знаю. Но пока и единицу нашла, и троечку. Дождь расходится. Как копать, не знаю. Уже вся курточка промокла у меня. Прибор сырой. Такой был сейчас сигнал. Можно такой и не копать. Но я думала, что это у нас поздние советы. Мелкие. Видите, какой сигнал был? хрюкающий. Как-то я в лесу таких сигналов накопала просто кучу. Рекорд был по монетам. Ссылочка на видео вот вверху. Накопалась я таких сигналов там. сделала рекорд по монетам. Ух ты! Видите? А это серебро. Скорее всего, что тут можно? Сразу заблестело. Даже какая-то проба есть. Сломанная сережка. Вот было у кого-то горе, потерял серебряную сережку. Да, вот видите, проба стоит. Душки нету верхней. Сломалась. Но сигнал вообще плохой. Слышали, да? Можно серебро пройти. Клеймо мастера или как, я не знаю. Кто знает, подсказывайте. АП или ДП. В общем, как-то так. но серебро это точно приятная находка. Видите, сломана душечка и все. Потерялась. Искать надо, друзья, лучше. Сигналы плохие, а находки замечательные. Вот так. Все хорошо. Вроде бы не так холодно. Можно копать, но дождь расходится. Просто ужас какой-то. Смотрите, косули ходят. сейчас посмотрела. Вышли из леса прямо красавицы. Далековато правда от меня, но ходят рядышком травку кушает. Ходят на поле. таза на поле. Искать на поле. Искать Искать на поле. Непонятный сигнал какой-то, немножко отвлеклась, смотрю бегает. Играют козочки. Так, что у нас здесь такое? Где что, ничего не видно. Монета. Что-то маленькое. Так можно и не найти. Железо кругом. Ух ты! Ох, что-то интересненькое у нас довольно-таки. Оказывается, полкопейки 1927 года. Полкопейки я в этом году уже находила. Но год был другой. Прикольно. Редкая находка. Такие монетки я тоже люблю. Интересные. Необычные. Когда написано полкопейки. Вот ведь тоже были деньги. Приятная находочка. Как же дождь расходится, друзья. Я уже как поросюшка здесь вся в грязи. Все перчатки уже промокли. Все идет и идет этот дождь. Не знаю даже что и делать. То ли в машину идти, то ли дальше копать. Так, все заровняем. Все ровненько. Полный порядок. Раскопала сейчас большую яму. Сигнал такой был хороший. Это у нас детали от самовара. Хорошо звенело. Ручка от самовара. Жизнь была. Кипела когда-то. Люди здесь жили. Радовались жизни. Работали. Воспитывали своих детей. Все. Ничего не стало. Как всегда. Чистое поле. Кричат в лесу косули. Слышно даже их. Немножко. Место конечно здесь я удачно выбрала. Находки идут. Сигналов много. Сигнал у нас 22.20. Осколочек выпал. От блюдечка беленького. Так что у нас здесь. Погода нелетная. Сидела сейчас в машине. Пережидала дождик. Сейчас немножко успокоился. Да. Монетка. Немного успокоился дождик. Думаю ну маленько еще. Хоть походить. Капельку. Так далеко ехала. И дождик здесь. В нашей стороне дождика не обещали. А здесь вот я не посмотрела. Здесь уже далеко от нас. А здесь на целый день дождь. Жалко. Время еще не так много. Время 3 часа сейчас. Но как будто уже все 5 часов. Темно. Пасмурно. Все затянуто. Небо серое. Солнца нет. Дождь идет. Ну а мы тут поисками занялись с вами. Монетки идут одна за другой. Была еще интересная сопутка. Потом вам покажу все. Это у нас 20 копеечек рамочник 1948 года. Послевоенное время. Люди тоже здесь жили. Раз такие монетки лежат на поле. Земля здесь такая черная. Сырая и грязная. Все перчатки уже промокли. Грязные. Поисками занимаемся. А не просто так. Пошла подальше. Ближе к середине. Какой-то сигнал. Можно будет выкопать. И посмотреть что там. Ну наконец-то. Откопала я свой сигнальчик. Какие же здесь жирные черви. Я вот их не боюсь. Некоторые люди. У меня подруга очень боится червей. Когда училась в школе. Мальчишки, мою подружку все пугали червями. Она даже ревела. Ее всю трясло. Бывает же такое. Что люди очень боятся червей. Но мы их не боимся. Мы и на рыбалку ходим. Ничего не боимся. Так. Две копейки 1926 года. Хорошая монета. Хорошо сохранилась. Сохран на поле радует конечно. Не так все печально. Как змея ползет. Вот червячок. Нравится им в этой земле. Черный такой. Такие толстенные червячки. Так. Иди обратно к себе в домик. Так. Все. Снова был сигнал. Немножко копнула. И монетка отлетела сразу. Отлетела какая-то монета. О, это медь. Как-то звучала-то она не по-медному. Страшно уже показывать свои грязные перчатки. И руки уже все грязные. Сырая земля. Дождь идет. Вся умазюкалась. Это у нас одна копеечка 1897 года. Погнутая монета. Как видим. Когда-то здесь значит перепахивалось поле. Сейчас конечно не пашется. Но когда-то перепахивали. И вот видите. Как погнули. Жалко. А так хорошенькое. В сохране. Хорошее поле. Сохран радует. Был сигнал. И гильза откопалась сломанная. Сигналов очень много. Копать и копать все надо. К сожалению, приходится очень много копать лишнего. Да. Ну что поделать. Хоть и хуже на место. Но сигналов куча. Хватит всем. И мне, и другим. Ходить и ходить можно на этом поле. Еще очень долго. Потому что поле большое. Сигналы все идут, идут. Копаешь и копаешь. Долго себя сигнальчики не заставляю ждать. У нас сигнал стабильненький. Приятный. 52. 55. Это, конечно, не по вспашке копать. О, это что такое наш сигнал стабильный. И хороший. И хороший. Это у нас пробка. Без нее тоже никак нельзя. Сопутка постоянная. Подруга. Это пробочки. Немножко копнула. Откопнула. И что-то хорошо так загудело. Классно. Ой, как разорвать этот комок, я не знаю. Ну-ка. У меня кольцо на руке. Ну, я забыла снять колечко. Ой, вот смотрите. Схватила, она выпала. Монета. Монета, это хорошо. Черненькая монетка. Очень грязная. Поле сырое. Даже не ожидала, что это может быть одна копеечка. Это у нас одна копеечка 1914 года. Где-то так. Какая-то она не очень монета. Может, горела. Может, что. Видите, сохран никакой. Находка все равно приятна. Еще находочка у нас вот такая. Выпала. Все заржавело уже. Хорошо звенела. Думала монета, потому что кольцо. Копаю сейчас с такой надеждой, что там у нас монета. Здесь немного не то, что мы хотели с вами. Это пуговица. Большая. Большая. Какая-то пуговица. Не как обычно. Здоровенная. Целенькая. Ушко на месте. Нету, к сожалению, никакого рисунка. Просто обычная пуговица. Самая простецкая. Сажу вот там, где пуговицу нашла. Рядом там еще пластинку нашла. И здесь вот еще один сигнал. Сигнал 36. 36. Ну вот видите. 36. Не такой высокий сигнал, но и не низкий. Это у нас советская монета. 2 копейки 1930 года. Хорошенькая. Смотрите, какое хорошее поле. С охрану монет. Очень хороший. У кислых нет. Просто замечательно. Ну что, сигнал 71 у нас. 70, 71. Неплохо. Звучит. Так, как нам это разломать? Главное, чтобы по находке не съездить. А то бац, лопатой. И все. Ой, друзья, как нам. Так, где-нибудь вот здесь вот так вот сделаем. Немножко разрежем. 71. Что у нас может быть? 71. Как вы думаете, что это такое? Эх. Я уж думала. Монета. Размечталась. Думала. 71. Это у нас медная монетка. Не очень крупная. А это кольцо. Эх, жалко не монета. Ушла за деревню. Какие-то сигналы пошли. Смотрите. Находка у меня. 32. 499. Что это такое было? Непонятно. Кто знает, пишите. Что это такое? Как жаль, что сейчас темнеет так рано. День совсем короткий. Вроде бы еще 5 часов доходит. Все темнее, темнее становится. Вокруг уже, конечно, не золото. Смотрите, как серо все. Березки уже облетели. Жалко. Листочков нет. Еще неделю назад ездила. Кругом была такая красота. Шелтым-шелто. Золотом горело. Вокруг меня все. Не знаю, сколько похожу еще. Время немножко есть. Сигналы идут. Пускать, как всегда, меня не хотят. Не такие частые сигналы уже. Ушла я на другую сторону деревни. Думаю, вдруг здесь будет получше. Но зря ушла с того места. В следующий раз приеду, там буду ходить. Это у нас 10 копеек 1932 года. К сожалению, уже в окислах. Но что поделать. И здесь вот так не очень. Находки не выбираем. Что уж попалось, то попалось. Руки все грязные. Засохли. Все в земле. Это, конечно, вам не песок. В песке копаешь. Замечательно. Руки чистые. Перчатки чистые. А здесь уже хожу, как трубочист. Вся грязнёхонькая. Какой же ты хорошенький. 69,70. Ой, хорошенький. Что-то там сразу у меня здесь. Вот хорошенький. Хорошенький сигнал. Большое кольцо. Ладно, возьмём с собой его. По сопутке сигналов, друзья. Вообще копать и копать можно. Куча сигналов цветных. Поле хорошее. Можно здесь ходить. И ходить ещё не один день. В общем, по сопутке, сами видите, куча всего. Как всегда. 99,9% это у нас сопутка. Ещё хотела вам показать. Смотрите, какой у меня нож. Или что это такое. Секира какая-то. Или как называется, не знаю даже. Какая-то была приспособа. Да, хорошее здесь поле. Осталась я сегодня довольна. Империя, советы и даже нашла серебро. Это круто. Пуговицы, канина, различная сопутка. Переходите на моё следующее видео. Там очень много интересных находок. Подписывайтесь на мой канал в поисках клада с Дашей. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моё новое видео. Всем желаю счастья. Пока. Пока. Корректор с Дашей.